Ну вот наконец-то мы приехали в Канаду. Ну блин, ну я красивый, ну правда. Ну нет, ну красивый. Это, ну Анька, даже ничего. Сейчас мы где-то здесь дурачка увидим. Сейчас мы его будем. Что мне, блядь, куда-то подпрыгнуть или что? Ты что делаешь? Все, что мне нужно. Я собрался на море. Это шортики. Шортики не берем, а он тоже хочет на море. Что там ему делать? Мы тебе миску корма насыпем, да и все, будет гораздо веселее. Да, ну блин, ну я красивый, ну правда. Ну красивый. Да? Это я. Это все я. Никакого монтажа. Это, ну Анька, даже ничего. Тут, конечно, зверские пробки, как обычно. Вот, ну в общем, в час мы должны быть там, но я подозреваю, что время может немножко увеличиться. Невероятно! Все, мы на трассе! У-ху! Анюта, мы живы, мы выехали! Сейчас мы где-то здесь дурачка увидим. Сейчас мы его будем. Это вот типичная наша жизнь. Это типичная Аня, которой я не угодил. А я никогда не угождаю. Я, потому что человек говно, веду себя неправильно, говорю неверные вещи. Но, тем не менее, мы всегда милимся, потому что, что мы друг друга очень и очень сильно любим. Как ни крути! Я это сказал только что. А она даже не улыбнется, потому что, типа, эта суровая леди. Ну все, нам через 7 минут есть уже. Через 8 минут можно будет есть! Невероятно! Мы сделали это! Ты, пойди, не хочешь есть! Вы слышали это? Вы слышали? Это, типа, ты, ты слишком хорош для этого задания. Ты, наверное, до сих пор не хочешь есть. А я плохая, я вот хочу есть. Видите? Это травля называется. Нам осталось ехать 26 минут. Справа от нас находится кубанский Лим. Это вам не озеро, это Лим. Не путать. Что такое Лим? Это... А вот погуглите, погуглите в интернетах, узнаете. Я вам что, это циклопедия. Слева вот река. Река. Справа Лим, слева река. Это вот высочайшего качества дорожное полотно. Кубанское. Качественное. Наш первый в жизни пакетик термопак. Нам его подарили друзья. Как подарили? Адарь. Нуждающийся. Ну да. Я бы сам себе никогда в жизни не купил такой пакет, что мне жалко. Скоро мы приедем. И покажем вам, что такое бугасская коса. Да. Ну, едем дальше. Офигеть, что творят. Ты что, он тут сзывается? Я вот заднюю левую видел. Едет такая. Типа это, ну, бля, спать охота. Ну, спать. Ну, люблю я вздремнуть. Да. Прям волшебная дорога. Смотрите, как красиво. Деревья растут. Слева и справа. Удивительно. Удивительная красота. Вот что хорошее в персонажском крае, то есть это природа. Я чувствую, что мы где-то крайне близко. О, я его уже вижу. Это оно. Слушай, а вот... А вот и памятничек. Вот как только вы увидите вот эти вещи, вы, значит, все, приехали. Это вот реально это отличительное. О, какое там море синенькое. А это бугасская коса. Посмотрите налево. Сейчас палатку я пока не хочу ставить, потому что жара будет. Пипец, да? Ну, вообще вряд ли мы будем пользоваться палаткой, хотя другие люди вроде как используют палатки. Но они там спят, может. Вообще пустота. Вон, пол берега вообще свободно. Порезалась. Зая. Блин. Сейчас в море будет поделиться. Анюта, как всегда, вот акула приплывет к тебе и схавает тебя. Все, пошли. Нет, беги. Про распаковку пледика ты забыла? Я забыла. Да, лови конец. Заодно покажу. Вот, значит, такое у него основание. Если нанять двоих человек, которые будут и так держать, то это может быть мобильной палаткой. Анют, надо там чем-то придавить, снимай трусики. Невероятно. Анюта уже сплавала. Но я что-то не хочу, честно говоря. Мне пока еще не настолько тепло. Мы окунулись в воду. Мы кайфанули слегка, но вода сегодня неспокойная, из-за этого она грязненькая чуть-чуть. Но людей здесь реально мало. Комфортно, короче. Бугатская коса, как всегда, лучшее место. Отстроите маршрут до поселка Веселовка, и вы, или Веселовка, какие хер знает, ну и вы тут сами найдете, как сюда доехать. Тут прям рай. И берег. Ну, далеко отойти, если будет глубоко. Ну, мне нравится, что я безопасно не думаю, что тебя что унесет и поплавать можно. Я слышал, один мужик искал глубокое место, он туда шел и в Турцию шел. Сейчас там живет, в Турции. Мы вам сегодня покажем еще и альтернативный вариант. Есть еще один подъезд к Бугатской косе с другой стороны, и мы сегодня обязательно вам его покажем. Потому что, ну, блин, мы же для этого как бы здесь все и собрались, чтобы вы, не теряя времени, сразу ехали куда надо. Получается так? Да. Ой, Анюта, все лица безвыдержное веселье показывает. Поислава, Так не годится, ты разводил, умела, но я не хотела разводиться. Так не годится. Почему он, а не я? Фу! Фу, бля. Анюта, ты меня любишь, скажи честно. Давай зафиксируем тот факт, что сегодня ты меня выкинула из тачки и отправила идти одного. Вот. Ну, блин, и что ей дать? У тебя же палец раскровился, покажи ей пальчик. Решили пройтись далеко-далеко, прям, посмотреть, что там да как, на косу. Фига здесь, буерак прям. Да вот мы здесь вот, здесь как раз и ехали. Ну вот, наконец-то мы и приехали в Канаду. Да. В Канаду, привет. Ну сегодня же, получается, три часа езды от Краснодара и мы в Канаде. Да. Краснодарская Канада. Да. Вот она. Это не все. Сука. А красиво бы было. Канадцы, вы нас смотрите? Скажите, пожалуйста, это вот похоже на Антарио или на Торонто? Я чувствую, что там почти то же самое, только, короче, снег везде дышит. А так вообще одно и то же. Типичный, короче, Краснодарский край, поселок Витязево. Вот так вот он выглядит. Вот. Анапа, Геленджик так же выглядит. Анапа, Геленджик. Да тут все так же выглядит. Вообще Краснодарский край, он весь как, вот блин, вообще такой унифицированный. Он прям весь одинаковый. Сейчас мы вам покажем, какое будет море со стороны Витязево, какая бухгалстская коса. Но одно могу сказать сразу на вскидочку, что, скорее всего, будет не очень, потому что, как минимум, здесь будет дофига людей. Ну, тут хорошо, кто хочет приехать сюда издалека, наверное. И одежда, и туда все. А там мы ехали, там никаких магазинов нет, ничего такого. Только море и ваша тачка. О, там колесо обозрения, там можно посмотреть куда-то, что-то увидеть. Невероятно, невероятно. Дороги просто европейского уровня узкие настолько, что... Ну, тут прям я говорю, давай погулять есть где, и вообще так это время хорошо. Короче, вот если издалека едете, то сюда как бы можно. А для своих, для тех, кто вот отсюда, к вам вот в селок, как оно будет. Да. Сносит, да посмотри. Какой красивый дом. Дом вербном. Блядь. Тихо, господи, тя маленькая Ахаська сзади едет. Как ей шарка, наверное. Дорогу европейского уровня вы видите. Как тут людям дойти до моря. Ребята, вот кто в Краснодаре не был, видите вот эту железяку, вот эту консервную банку слева? Это просто, это флаг Краснодара. Ну, во всяком случае, эта штука должна быть на флаге Краснодара. Это дешевый. Да, потому что весь Краснодар состоит из вот этой вот консервной банки. Это и есть Краснодар. Ну, что ж, вот мы, прям мы уже вот по песку едем. А песок, это всегда означает, что где-то вот, что слышишь, где-то море. О, да, у нас будет даже такой оффроуд. Я всегда мечтал. Мы реку проехали. Я что-то уже, честно говоря, устал что-то ехать. Короче, поехали, посмотрим, что-то, да как-то не хватит с нас этого. И вот мы подъезжаем к Черному морю. Ребята, вот скажите, что может быть лучше? Так, взять, сесть в машину и вот с такой красоткой отправиться на Черное море. Ничего нет лучше. Так что давайте лайчесик поставьте. Красотка, давай, не байся. Отыгрывай, отыгрывай бабки. Смотри, какая она красненькая, загорелая. Я люблю этих, как их, как их там зовут-то, блин, они вот, ну, напомни, да каких раков? Красных, да, как они там, блядь. Что мне, блядь, куда-то подпрыгнуть или что? Ты что делаешь? Ваня, я что не видишь, блядь? Товарищ, вот ты все не знаешь. Ты вообще мау, ты, женщина. Ты заткнись. Ты что такаешься, тебя не трахают, что-то так же. Трахают, что происходит, а? Иди, 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 иди. Точно, трахали. Иди гуляй тогда. Вот и пойду. Ну, выйди, да, пройдуйте. Ну, выйди, да, пройдуйте и... Ты записывал? Да. Карма. Кто-то вас может сказать, ну, а что вы? Ну, с другой стороны, там гора, там даже заснять можно. Такие вот для вас здесь, ничего интересного нет. Людей пока еще не очень много. Выглядит все вообще, как бы, ну, неплохо. Ну, блин, ну там тоже неплохо ведь выглядит. Вот. Но людей гораздо больше. Вы все видели? Ребят, вот такое вот место. Хотите людей, инфраструктуру? Вам сюда. Хотите уединения? Вам, соответственно, сюда не надо. Да. Это плохо. Состоялся разговор с петушарами. После разговора петушары жестко слили. Сейчас сваливают. Уже два раза пытались их остановить, но не сваливают. Сказали, что нас знают. Еще и сказали, что нас знают. Господи, ну ничего себе, мы знаменитые. Так хвост прижали, я просто в ахрене. А я так и знал, что типа идем молодые, без тачки. Так она даже могла. Мы сейчас едем, так разговариваем. Это получается, вот это взрослые люди. Это, возможно, чьи-то родители. Если бы там была ровная дорога, я бы, естественно, отошла. Да, сигналит издалека. Я ему показал и даже кликнул, что типа мне что, подпрыгнуть надо? В итоге он застрял, потому что полетел на нас и был вот в стольки, вот в сантиметрах от нас. Он мог нас задавить. А на песке всякое возможно. Управляя, блядь, автомобилем, большой, железной, тяжелой штукой, видят, что там идут люди, они решают газ в пол нажать. И потом он мне говорит уже, когда мы с ним разговаривали, я вот это не снимал, я думал, что мы полюбовно разойдемся, пожмем друг другу руки и вообще я это вставлять не буду в видео. Он мне говорит, ты же, говорит, видел, что я типа на переднеприводной машине, я вот, например, не знаю. Ты что прикалываешься? У тебя что, блин, написано на ней, что она переднеприводная? Тем более, вот я говорю, что я вот как девушка, я вот не знаю, передний привод у него, не передний. Там он вообще издалека сигналит. Я честная, я даже не подумала, что он хочет, чтобы я куда-то отошла. Потому что, во-первых, некуда отходить, а во-вторых, что ты мне сигналишь? У меня вообще сигналки уже что-то стали. У меня эти сигналы. Просто это же очевидный факт, что ты управляешь автомобилем, ты представляешь опасность. Не я, пешеход, должен думать, какой у тебя привод. Мне это может быть вообще неизвестно. Но я более чем уверен, что это чудо, это понимает на самом деле. Поэтому, если ты нас знаешь и смотришь, ну, подумай над собой. Все-таки ты взрослый, вроде как уже мужик, и мозгов, видимо, ну, не нажил как-нибудь. Разливающие видосы надо смотреть. Не все же, как говорится, на нас. Вот наше завершение путешествия на сегодня. Мы кушаем прекрасную еду Роснефти. И к нам пришла собачка. Смотри, красуется. Ай, ты красотка, да? Песик, оставим, не переживай. Короче, все, ребят. Всем пока. Я просто желаю не попадать в говняные ситуации. Я желаю вам путешествовать, получать эмоции и удовольствие. Вот такие вот дела. Я надеюсь, вы получили удовольствие от нашего видоса. И пока. Устали чуть-чуть.